Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, в пятницу подводим итоги торговой недели. Неделька выдалась очень и очень продуктивная. Карнавал на фондовых рынках продолжается. Более 10 тысяч рублей составил мой пассивный доход и мои инвестиции, сумма этих инвестиций превысила 900 тысяч рублей. Очень здорово, очень радостно. Надеюсь, друзья, у вас дела тоже обстоят не хуже. Сегодня, как обычно, полистаем любопытные новости, затем посмотрим на то, что происходит на российских рынках, посмотрим на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую по-прежнему через брокера Открытия, там у меня российские активы. И у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции и на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и перед тем, как мы начнем, традиционно попрошу вас поставить мне лайк за это видео тоже. Спасибо огромное, друзья. Погнали. Сегодня очень удивляет компания Распадская. РБК писала о том, что в моменте бумага вырастает на 18 примерно процентов. У меня, кстати, большое желание сегодня эту компанию разобрать. Надеюсь, она в лидерах рейтинга окажется. И мы это с вами чуть позже сделаем. Связано это с тем, что Распадская объявила обратный выкуп акций по стоимости, по-моему, 164 рубля. Сейчас бумаги торгуются на уровне 150 рублей или чуть повыше. Ну, в общем-то, для держателей бумаг новость хорошая. Я не знаю, как ее расценивать с точки зрения человека, у которого этих бумаг нет. У меня была когда-то эта компания, но я от нее избавился. И в такие моменты, конечно, немножко грустненько бывает. Думаешь, блин, ну как же так-то? Вот ты бумагу продал, а она так вот резко стартанула. Но, друзья, я сторонник того, что никогда не надо жалеть о своих инвестиционных решениях, которые мы принимаем. Во-первых, мы делаем это самостоятельно. Ну и в тот момент, когда я это решение принял, я, естественно, проанализировал ситуацию. И тогда никаких предпосылок для роста бумаги я не усмотрел. Поэтому прочь такие сомнения, друзья. Эти мысли, мне кажется, совершенно деструктивны. Если что-то продали, не надо потом ни в коем случае расстраиваться из-за того, что эта бумага, например, пойдет вверх. Это обычная история для фондового рынка. Также сегодня в Москве объявили о переводе на дистанционку некоторых вузов. Ну, МГУ, МГИМО, по-моему, Бауманка там фигурировала. Ну и, в общем-то, происходит то, что, наверное, и предполагалось. То есть никто не объявляет официально о режиме самоизоляции. У нас все под контролем, медицина справляется. Но какие-то отголосочки весенние продолжают постепенно появляться. Гаечки подкручиваются. И так или иначе, в такой полудистанционный неоплачиваемый формат все равно нас загоняют и переводят. Ну и также сегодня по поводу вышки интересную новость прочитал о том, что Министерство культуры или Минобразования, не помню кто точно, в общем, скорее всего, Минобразование планирует по некоторым категориям профессии, обучения, ввести бесплатное второе и высшее. Но оно у нас в стране сейчас бесплатным не бывает, именно второе. Ну и вот они для различных творческих специальностей хотят сделать исключение. Так что, друзья, если вы подумывали стать актером, режиссером или еще каким-нибудь деятелем культуры, вот, друзья, возможно, в скором времени появится вариант сделать это бесплатно. Также вчера посетил очень крутой вебинар. Я постепенно втягиваюсь в это дело. Я вам уже об этом рассказывал. Брокер открытия предоставляет такую возможность бесплатного участия в вебинарах. Ну и ввела его Наталья Смирнова. Вы знаете, вообще, вчера было два вебинара. Я думал, посижу у Натальи часочек. Ну там тема как-то мне не очень заинтересовала. Поначалу личные финансы, думаю, ну будет вода в ступе. А потом через час должен был начаться вебинар. Там дядька должен был рассказывать про нефть. Ну и думаю, это будут более прикладные знания. В итоге меня так засосал вебинар Натальи. Просто блестяще она все рассказала. Шикарный оратор. Огромное количество умных мыслей я почерпнул. Ну, в общем, круто. Я потом даже про нее погуглил. Это тренер по финансам. У нее своя инвестиционная компания. Ну и вообще большая умница. Выступает экспертом на телеканалах. Вот так, друзья, человек сам может в принципе создать себя. И тут ни помеха, ни возраст. Ну ничего, собственно. Мы сами создаем себе какие-то рамки. Так что Наталье огромный респект. Я даже под впечатлением от ее вебинара сделал отдельное видео. Повыдергивав некоторые тезисы из ее лекции. Так что, друзья, учиться, учиться и еще раз учиться. Ну и вчера очень нас сильно расстроила сборная России. Какая-то опять беззубая игра. Не в небесли бездзюбая, да, если можно так скаламбурить. Опять какая-то тоска смертная. Вот мне это все напомнило сборную времен позднего капелла. Какая-то безнадега. Такое ощущение, что осталось еще на поле постаревших Аршавиной погребника выпустить. И было бы тогда полное совпадение. Ну, можно оправдать, безусловно. То есть было много молодежи. Там вся атака ЦСКА была отправлена в бой. Но все равно, как-то все это последнее время совсем не радует. Вроде поначалу у Стаса были успехи. И все скатывается опять в какое-то болото. Ну, а что касается дзюбы, сегодня тоже слышал. Интересно, что в интернете активно стал использоваться термин «дзюбить». Ну, сами понимаете, что это означает. И даже какие-то умные люди рассуждали, войдет ли этот термин в современные русские словари. Посмотрим, друзья, поживем-увидим. Погнали на рынки. Индекс РТС сегодня теряет 1%. Индекс Мосбиржи падает на 0,19%. А вот золото пошло вверх. Плюс 0,9 за день. Тройская унция опять приближается к 1900. 1,893 доллара на текущий момент. Золото вверх. Нефть вниз. Все, как доктор прописал. Юрлс минус 0,49. 43 доллара. 1 цент за бочку. Бренд минус 1%, 43 доллара 8 центов. Ну, все равно, друзья, пока все довольно благоприятно на нефтяном рынке. Было хорошее восстановление за прошедшую неделю. Так что небольшая коррекция, она ожидаема и объяснима. Вот любопытно, что вчера российские рынки были в плюсе, а Америка в минусе. А сегодня картина обратная. Индекс S&P 500 прибавляет 0,8%. А индекс Dow Jones в плюсе на 0,79. Это, друзья, к вопросу о диверсификации. Не вкладывайте все в одну страну, в одну валюту и ни в коем случае, тем более, в одну бумагу. Все по разным корзинкам. И тогда, что бы ни происходило, все будет супер гуд. Друзья, и смотрите, какая радость распадская на первом месте. Мечты сбываются. Так что сейчас мы ее и разберем. Плюс 16,87 за день по бумаге. На втором месте американская компания Cisco плюс 8%. И замыкает тройку Иркут плюс 7,27. Также у нас в лидерах АЭСК, МРСК Сибири, Газпром Ростов-на-Дону. Магадан Энергопрефы. Газпром обычная бумага. Вот это да. По-моему, я ее тут не наблюдал ни разу. Друзья, поправьте меня. Walt Disney плюс 2,58 и привилегированный Мечел. Ну, давайте сегодня разбираться с распадской. Я бумагу продержал, ну, менее года, наверное, месяцев 6 или 7. И она принесла мне одно разочарование. Ну, видимо, зашел в неподходящий момент. Это не значит, что актив нехороший. Но такое бывает. За месяц по бумаге плюс 31%. За год плюс 47%. За три года плюс 72% почти. Шикарные, в принципе, результаты. Неплохие, особенно в этом году. Ну и получается, что бумагу я, наверное, продал в неудачное время, если так уж рассуждать. Ну, по-моему, это было в декабре. Ровно год назад, наверное, я ее продавал. Вот. Так. Тикер компании RASP. 153 рубля. Стоит одна акция. Ну и приближается, получается, уже к цене выкупа, которую объявила сама компания. Так, цена дохода 11,5. Немножко уже многовато. Дивиденды более 4%. И теханализ предлагает компанию активно покупать краткосрочно. Подгружаем теханализ на месяц. Так. На месяц активно покупать. Скользящие средние 12 к нулю за покупку. Технические 6 к нулю. Вот, друзья, график компании за день. График за неделю. Плюс 33,74. За месяц плюс 30%. Показывает Тинькофф за полгода плюс 44. Но, друзья, что любопытно, весь рост начался с октября. До этого был очень-очень долгий боковик. И вот он годовой график. Тоже, по большому счету, не график роста абсолютно. Вот у нас с февраля начался коронавирус. Серьезное падение. Очень долгое-долгое восстановление. По большому счету, актив остановился только, наверное, к осени. Ну и вот сейчас резко стартанул. Ну, сложно сказать, вот можно ли такие вещи предугадывать. Это что-то уже из шоу битвы экстрасенсов. А вот общий график компании. Здесь информация за 10 лет. Ну и до 2014 года бумага падала. А вот потом начала расти. Пиков она достигла в феврале 2019. А потом вновь ушла вниз. Вот так вот с высоты птичьего полета иногда полезно просматривать графики, чтобы понять для себя, насколько важна точка входа. Одно дело войти в бумагу здесь, и можно поиметь огромные убытки. Одно дело зайти в бумагу здесь, и тогда можно получить хороший профит. Распадская. Единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. Распадская имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна. Показатели. Стоимость компании 92 миллиарда рублей, ПЕ 11,5, рост выручки за 5 лет 17%, рентабельность хорошая, доходность капитала 8,55, доходность активов 5,54, доходность инвестиций 8%, долг капиталу. Смотрите, друзья, вообще нет долга у компании, если верить этой цифре. Крайне редко такое встречается, и это очень положительно для инвестора. Компания живет посредством, как говорится. Средняя дивдоходность за 5 лет чуть более 1%, годовая 4,25, выручка с прибылью, стабильность, признак мастерства. Так, и дивиденды давайте смотреть. В 2019 году 2,18, до этого был длинный перерыв, не платили дивиденды 7 лет получается, 8 даже. И в 2020 году 2 выплаты, общая дивдоходность почти 5%. Ну, сложно, друзья, сказать, стоит ли в бумагу заходить именно сейчас. Немножко высоковатый ПЕ смущает. И мне кажется, сейчас уже явная переоценка, вот даже в связи с сегодняшним ростом. Возможно, вспышку мы уже упустили, те, кто не находился в бумаге до выхода этой новости о выкупе. Ну, а вообще, в целом, наверное, бумага интересная. Но я, во всяком случае, рассматривать ее в ближайшее время для покупки не буду. В одну реку 2 раза заходить не хочу. Давайте смотреть, что у меня. Российские активы, брокер открытия, 559 691 рубль здесь. И тут неплохой плюс сегодня, более 3000 рублей, 0,67%. За неделю плюс 5 600 примерно прибавляют мои активы. Ну и получается, что пол доходности мне дает Россия, пол доходности дает Америка. Баланс, друзья, я этому рад. Доходность за месяц пока плюс 4%, плюс 15 тысяч. За год плюс 25,18. И вчера у меня Осипов Павел спрашивал, что у меня с доходностью за все время. Давно не показывал. Павел, исправляюсь. Общая доходность 39,34%. И здесь она у меня с апреля 2019 года. То есть на рынке я более полутора лет. Ну, считайте сами, сколько это получается за год. Вообще, если глянуть на отчет по счету, то в этом году у меня получается именно с 1 января 2020 плюс 22% годовых. А в прошлом году, как вы знаете, я уже об этом говорил, у меня доходность составила 17%. Это был мой дебютный год на фондовом рынке. Ну, в этом году получается чуть получше. Но еще год, в общем-то, не закончен. Надеюсь, что не сглажу. Так, среди моих бумаг сегодня лидер это Полюс плюс 2,2, ETF-ка Финекс, FXW плюс 1,85 и Яндекс плюс 1,47. АФК-система сегодня утром росла процентов, так по-моему, на 7, на 8. Но все, видимо, уже и так бумага взлетела. Спекулянты начали играться. И бумага, естественно, ушла вниз. Я думаю, коррекция в ближайшее время ускорится. Ну, переоценена сейчас она объективно. Полиметалл в плюсе, ETF-ка на золото. Ну, в общем-то, все сегодня здорово. Евро с долларом еще к тому же подрастают. Значит, американский портфель сегодня тоже порадует. Но часть бумаг в минусе. Этого тоже не избежать. Два Сбербанка в минусе. И Россети это лидеры падения. Если смотреть по всему портфелю, то АФК-система мне приносит уже плюс 114% годовых. Не Тесла, конечно, но тоже неплохо. Яндекс плюс 57,6 и в тройке Полюс плюс 50%. Если говорить про три мои худшие бумаги, это Юнипро минус 2,14, МТС минус 2,4 и обычный Сбербанк минус 3%. Отличная неделька для России. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тинькофф. И тут 169 487 рублей. Сегодня небольшой плюсик именно по росту активов. Плюс 0,28. Ну и курсовая разница тоже сегодня в мою пользу. Вообще здесь плюс 16,5 и плюс 24 тысячи рублей. И второй мой счет. Это фондовый счет. Тоже сегодня растет. Плюс 0,21. Ну и курсовая разница тоже сегодня за меня. Общий результат по фондам. Плюс 2,46%. Ну и из моих фондов по-прежнему в аутсайдерах. Вечный портфель Тинькофф и Тинькоффский фонд на золото. Все остальное вышло в плюс. Некоторые бумаги прям довольно неплохой. Например, ВТБшный фонд на акции развивающихся стран почти плюс 6%. И лидер мой это Тинькофф Насдак плюс 6,73. Друзья, прекрасная неделя. Она очень круто началась. Потом, в общем-то, дела пошли похуже. Но все равно мы в хорошем профите. Надеюсь, у вас все тоже зелененькое. Друзья, ну вакцина. Вакцина. Все мы помним, какой был чудодейственный эффект от вот этой новости о создании вакцины Бионтека и Файсера. Но боюсь, что в ближайшее время этот эффект может начать сходить на нет. Все-таки на рынках вновь появится некая трезвость. Эйфория пройдет. И мне кажется, что следующая неделя может быть попессимистичнее этой. Но сегодня, как обычно, чем не повод порадоваться. К тому же, впереди выходные. Так что, друзья, желаю вам прекрасной и отличной пятницы. Давайте хорошенько отдохнем. Ну и в понедельник вернемся свежими и бодрыми. И продолжим наблюдать за фондовым рынком. Но не забывайте следить за моим каналом. На выходных тоже, как обычно, что-нибудь интересное повыкладываю. Ну и кому нравится то, что я делаю, под каждым моим видео есть кнопочка «Спонсировать». Если хотите поддержать мой канал материально на посильную сумму, буду вам очень благодарен. Все, друзья. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, хороших выходных. Пока-пока.